Посмотрите, какая прелесть! Вы видите, такая куча ворон сидит на проводах. Сидят такие, скукожились, снежок идёт. Такую картину я ещё не видела. Но ветра нет, они приспокойненько себе там отдыхают. Я сегодня проснулась, открыла окошко, посмотрела, а там идёт снежок, и самое главное, что нет ветра, он себе приспокойненько так идёт, хорошо. А что у нас тут на градуснике? Ну, мне показывает 4, хотя я посмотрела по прогнозу, там минус 2 вроде бы, но классно. Сейчас откроем окно, посмотрим. Вы видите этих птичек? Здорово, отдыхают. Ну, потому что нет ветра, снежочек такой идёт классно. Ну, вот у нас середина января, и только пошёл нормально снег. Но он ещё будет идти и сегодня, и завтра, и всю неделю. Всем доброе утро, девочки мои! Начинаю новый влог. Вообще, вот выглянула сегодня в окошко, и смотрю, прям такая погодка. Самое главное, что нет ветра, и такой не сильный снежок идёт, и не сильный мороз, и невысокие сугробы. В общем, такая погода, она так и шепчет, прямо выйти из дома и пройтись по улице. Я уже прям склоняюсь к тому, что это нужно сделать. Ну, куда я хочу сходить? Я хочу сходить сначала в Сбербанк, и потом ещё мне нужно съездить, положить денежку на карточку пенсионную, которую я в транспорте оплачиваю, которые там денежки закончились. А банкомат этот находится через несколько остановок отсюда, туда нужно будет съездить. А зачем я хочу в Сбербанк? Я сегодня утром проснулась и думаю, вот прошло уже 10 дней почти, как я сделала первую доставку от Пятёрочки, и там у меня должен был быть возврат 105 рублей за шоколадки, которые мне удалили с заказа, так как их не было в наличии. Вот, и я бы за эти деньги, честно говоря, бы и не вспомнила, потому что, ну, 100 рублей там когда-нибудь, может, они придут. Ну, а так как я это снимала уже, вы в курсе, и даже кто-то из подписчиков задал вопрос в комментариях, вам вернули эти деньги или нет. Нет, до сих пор не вернули. Я сегодня утром позвонила на горячую линию по доставке Пятёрочки, спросила про эти деньги. Они сказали, что они в тот же день мне их как бы возврат сделали, и она мне выслала на почту чек, детализацию. Ну, она сказала, они там вроде как в банке, что ли, заморожены, туда-сюда. В общем, даже в письме мне написали, что вы выписку из банка возьмёте, вышлите обратным письмом. Ну, самой мне даже просто уже любопытно узнать, дело не в сумме, а дело в принципе. Да, мне уже поэтому хочется пойти в банк и узнать, а почему они заморожены, почему они до сих пор не пришли. Ну, может быть, они там попозже бы и пришли, но я уже решила в Сбербанк сходить. Тем более мне нужно там снять немножко наличных, ну, чтобы на карточку положить. Ну, и так бывает в ларьке, там какие-то фруктики прикупить. В общем, короче говоря, решила выйти и прогуляться. Так что я сейчас быстренько позавтракаю, одеваюсь и выхожу. Вот и вышла я на улицу, девочки. Вообще на улице классно. Ну, ветерок идёт немножечко, маленький такой. Сейчас я иду, как раз мне снег прям в лицо. Вот. Но то, что светленько теперь, не серое всё, а светленькое, это уже радует, это приятно. Снежок похрустывает под ногами. Вообще последнее время выходить из дома стало целое событие. Уже настолько привыкли с этой самоизоляцией дома сидеть в зоне комфорта, одеваться, выходить не хочется. Ну, всё, иду в Сбербанк. Сбербанк находится рядышком, через дорогу. Так что далеко идти не нужно. Сейчас зайду, узнаю, что к чему, и тогда вам расскажу. В общем, девочки, вышла я из Сбербанка, мне всё объяснили там. Но сейчас на улице шумно, и ещё снежок идёт, поэтому я сейчас поеду, съездю туда, на денежку положу, на проездной свой. А домой приеду, я вам всё объясню, всё расскажу. Ветерочек усилился, и снежочек лёгкий превращается в лёгкую метель. Поэтому сильно снимать неудобно. Я иду на остановку. А деткам благодать, можно в снежочки поиграть. Здорово, классно, да? Так, ну всё, я быстро-быстро нырну сейчас в автобусе. А красиво на деревьях снежочек лежит, да? Вообще красиво. Главное, чтобы сейчас не замело так, что всё встанет. А то у нас как-то город встал, и очень было некомфортно куда-то ездить. Людям на работу нужно, и вообще по делам. Так что, ну красиво, мне нравится. Так, ну вот я приехала. У нас вот в Александровке, к сожалению, только один банк. Вон там, Центр Инвест. Только там можно в одном месте, на весь район. Единственный банкомат, где можно положить денежки на свой пенсионный проездной билет. Так, зелёненький горит. Пошли. Да, снежок что-то этот... Не снежок увеличивается, а увеличивается ветерок, получается метель. Вообще, я пенсионный вот этот проездной получила когда ещё? В сентябре, полтора года назад. Я вот тогда положила 200 рублей туда. И вот они у меня только недавно закончились. Вот. И вот здесь вот есть платёжный терминал. Где-то здесь надо будет положить мне ещё немножечко билет. Вот я прибыла домой. Я смотрю, солнышко там в тумане виднеется между веток. Видно вам или нет? В общем, короче говоря, снег метёт и снег метёт. Машинки уже завалила. И, в общем-то, я иду домой. Зашла в магазинчик. Купила вкусняшек. И топаю, в общем-то, домой. Да, вот там на открытом пространстве, там весельно заметает. Конечно, не очень комфортно. А вот уже здесь за домом не так сильно метёт. Тут уже более-менее неплохо. Хоть немножко на меня посмотрите. А то я скрыта за камерой. Девочки, идя домой, заскочила я в пятёрочку, чтобы купить вот такие блинчики. Я вот последний раз их брала. Они мне очень понравились. Вкусное мясо, вкусные блины. С мясом молодых бычков. И мы кушали их вместе с внучкой. Моей внучке тоже не понравились. Я взяла две пачки. Пусть они у меня будут. В общем, в любой момент раз разогрели и всё. Они готовы. Ну и, как всегда, я вам говорила, когда по акции есть кофе, я беру вот это кофе по акции. Это без кофеина, с таким флажочком голубеньким. А это с кофеином. Ну, мой кофе любимый. По акции я взяла. Решила взять попробовать вот этот сок. Гранат. Прямой джим написано. Ну, гранатовый сок полезный. Хочу попробовать. Любимые мои пирожные. Это вот эти вот в корзиночке с белковым кремом. Вишенки. Вишенки. Очень вкусный. Вот. Ну и по акции ганноверские сосиски. У меня есть макароны отваренные. И вот как раз сосисечки туда будут кстати. В общем, короче говоря, так вот по пути заскочила, прихватила. Ну что, девочки, я хочу пить. Я открыла вот этот вот сок гранатовый. Хочу его попробовать вместе с вами. Так, что-то у него цвет коричневый, но не красный. Это так и должно быть, наверное. О! Кисленький. В общем, так его пить не очень-то. Либо сахар добавлять, либо вот с пирожным я поем, которое пирожное купила. Ладно. Ну что, итоги моего похода в Сбербанк. В общем, взяла выписку. Эту выписку я сейчас по почте отправлю туда. Ну, я у девушки спросила, а где же мои деньги? Вопрос. Ну, она посмотрела и говорит, наш банк тут ни при чем. Это там где-то они у них там еще, у пятерочки остались. Где-то там они замороженные. Я говорю, так мне уже как-то нужно об этом беспокоиться или не стоит. Меня же подписчики спрашивают. Она говорит, ну нет, еще рано. Обычно 14 дней. Вот 14 дней, когда пройдет, тогда уже можете позвонить на горячую линию в пятерочку и тогда уже там спросить. Вот. Ну, выписку она дала. Я не знаю, сейчас я ее отправлю по почте обратным письмом. Вот там, где они мне прислали детализацию. И вот эту выписку я сейчас сканирую. Хорошо, что у меня есть сканер. Ну, можно фотографию, в принципе, выслать. И отправлю. Если они мне что-то ответят, я обязательно вам скажу. Если денежки вернутся, я обязательно вам скажу. Ну, в общем, я просто, честно говоря, не сильно об этом беспокоюсь, при том, что сумма-то невелика. Но она же могла бы быть и больше, правильно? Но с другой стороны, мне само любопытно, что происходит, когда деньги должны вернуться, но не возвращаются. И я думаю, вам тоже это интересно узнать. Ну, вот пройдем этот весь процесс. Вообще, мало приятно, да, когда вот так вот доставку сделал, потом раз, возврата нет и нет. И неизвестно, где они, да, придут они, не придут. Ну, я, например, первый раз с этим столкнулась, поэтому мне интересно узнать весь этот процесс, как все это происходит, возврат денег и какие сроки, да. Ну, по срокам, как мне сказали, 14 дней, то есть полмесяца можно не беспокоиться. Хотя, когда я звонила сегодня на горячую линию, что-то там мне произнесли до 30 дней, что-то такое сказали. Ну, ладно. В общем, я думаю, они вернутся, куда они денутся, эти денежки. Ну, при том, что сумма невелика, ну, просто я же говорю, дело не в сумме, а дело вот именно в самом процессе, как все это происходит. Хочется мне это все узнать. Ну, все пока, девочки. Сейчас мне нужно перекусить, немножко отдохнуть. А то я что-то прогулялась, немножко подустала. Все-таки метель немножко метет. Хоть так с окна кажется все хорошо, тихо, вроде не сильно, а так в глаза заметает. И оно все тает, садится на плечи и начинает таять. Вот. Ну, я думаю, занесет, наверное, наш город, будет в Снеговец. Доброе утро, девочки мои. Наступил день следующий. В общем, сразу скажу по теме возврата денег. Денег у меня пока не вернулось. То, что я написала письмо и прикрепила туда скан вот этой выписки, на это письмо мне не ответили, хотя я там написала такой вопрос, когда мне ожидать денег. Ну, пока что молчок, тишина. Ну, я думаю, что нужно, по крайней мере, выждать как минимум 14 дней. Ну, как максимум, сказали, до 30 дней. Вот. Что-то она может быть значительной и важной, да, допустим, могли бы уже эти деньги потратить. Ну, как говорится, они последние 100 рублей у меня эти, поэтому я как бы не парюсь по этому поводу. Но для вас я вот хотела узнать, в какие сроки возврата денег идут. В общем, короче говоря, пока эту тему закрываю, как только деньги вернутся в каком-нибудь из следующих блогов, я вам скажу, что вот деньги пришли и сколько дней прошло, как они поступили мне обратно на счет. Вот. Что еще вам хочу сказать, девочки? Вторую половину вчерашнего дня, знаете, я потратила на что? Я включила сериальчик, нашла так случайно на Ютубе. Сериал называется «Новенький». Там 8 серий. И мне он очень понравился, захватил прям буквально с первых минут. И с удовольствием я вчера просмотрела все эти серии, прям до самого позднего вечера смотрела. А сериал, в общем, про подростков, там про одноклассников. Ну, такой, в общем, интересный сериал. И в то же время я люблю детективы. Там также идет расследование, поиски одного мальчика. Но рассказывать не буду, не буду украсть ваши впечатления. Кому нравятся детективы, то советую этот фильм посмотреть, сериал. А еще недавно я смотрела еще один сериал, который называется «Обратная сторона души». Тоже это «Детектив», 4 серии. Мне тоже он понравился. Тоже расследование. И до самого конца подозреваешь всех, как всегда, интрига, детектив, расследование. Подозреваешь всех. Это кто-то вот-вот-вот из близких людей там, да. Ну и кто, оказывается, этот маньяк. Это уже узнаем мы в самой последней серии, в самом конце. Ну, тоже советую посмотреть. Мне понравился этот сериальчик. Если, девочки, тоже можете посоветовать какой-нибудь свеженький сериальчик, тоже с интригой, расследованием. Детективчики я люблю. А напишите в комментариях, что советуете посмотреть. Старые я уже много пересмотрела, но вот новые не всегда попадаются, хорошие. Я бывает просто еще, еще, еще. И потом поиски у меня венчаются успехом. Я, бывает, нахожу какой-нибудь интересный, интригующий такой сериальчик, который мне реально понравился и захватил. А что у нас сегодня на улице? Ну, сегодня небольшой морозик, такой легенький. Но мне нравится то, что нет ветра. Смотрите, какая тишина. Конечно, с деревьев все поспадал уже снежок. Снежок лежит, с собачкой кто-то гуляет. Ну, в общем, так, морозно. Но вроде неплохо. Но я сегодня никуда не пойду. На улице погода неплохая, хорошая, я бы сказала. Самое главное, у нас в Ростове обычно всегда ветра. Но когда ветра нет, то это просто здорово. Классная погода. Но вот не люблю я мерзнуть. Вот я люблю, когда дома, когда нет лишней одежды на мне. Вот это мне нравится. Поэтому сегодня я проведу день дома. Буду монтировать это видео. Ну, оставшееся время посмотрю еще, может быть, еще какой-нибудь найду сериальчик. Ну, а завтра я уже еду к дочке. И что я там буду делать, я не знаю пока. Ну, как всегда, буду с Деней находиться. В общем, дочку отпущу. Там на день рождения она собирается в подруге. Ну, а у нас с Деней будет обычный, обычный, в общем-то, день. Я на воскресенье, на понедельник еду. Все как обычно, ничего новенького. Но если что-то будет интересное, я вам сниму уже в следующее видео. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Кто не подписан, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok